Самое интересное в экономике то, что касается наших с вами кошельков. Цена на билеты в кинотеатры в стране выросла на 5%. И такого большого роста аналитики отрасли не фиксировались с 2016 года. Но благодаря тому, что у нас с вами есть архив, мы можем точнее посчитать, насколько подорожал поход в кино в нашем городе, в Хабаровске. Самыми бюджетными киносеансами остаются утренние мультики в гиганте. В доковидные времена 100 рублей и сейчас. А вот верхняя планка поднялась с 250 до 700 рублей. Это совсем не 5%. Почти все кинотеатры оставили без изменений нижнюю планку, кроме маджестика. Зато у него прежней осталась верхняя планка, максимум 300 рублей. И сейчас, и до ковида. Самый дорогой поход в кино в городе вечером в Голливуд. Ну и для сравнения, в таблице Аймакс, чего в Хабаровске в 19-м, до пандемийном году просто не было. Повышение средней цены кинобилета – прямое следствие затяжного ковидного кризиса, говорят эксперты. Сперва закрытие, потом ограничение по заполняемости залов, снижение посещаемости, отсутствие блокбастеров. Все это вынудило кинотеатры поднять цены, чтобы хоть как-то исправить свое экономическое положение. Ну и конкуренция с онлайн-кинотеатрами по цене – тоже бессмысленное занятие. Остается брать чем-то другим. Качественным звуком, большим экраном, оригинальным контентом, живым общением и широкими возможностями для семейного досуга. К слову, кто более полезен экономике – семейные или одинокие работники? Сразу несколько групп исследователей озадачились поиском ответа. И вы знаете, они его нашли, и он неоднозначен. Экономисты утверждают, что брак и рождение детей толкают вверх сразу семь секторов экономики. Страхование жизни и личного имущества, жилищное строительство, здравоохранение, уход за детьми и их дальнейшее образование, производство детских товаров. В общем, дети и котики мотивируют людей больше зарабатывать, больше тратить. В то же время женщины в браке менее продуктивны, как работники. Они чаще берут больничный, выходные дни и отпуска. Однако, по данным Института социально-экономического развития территории РАН, семейные люди чаще берут кредиты. Это разогревает потребление, это плюс для экономики. Правда, чаще не могут эти кредиты потом отдать. Ну, а это уже другая история. Кстати, напомню, с 1 августа можно вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги для себя и для своего несовершеннолетнего ребенка. У нас появился новый налоговый вычет. Максимальный размер возврата – 15 600 рублей. Однако, в расчет будет приниматься не более 120 000 рублей за налоговый период. Экономика всюду. Следим и участвуем.